Ко Дню Победы праздничные мероприятия проходили не только в городе, но и в посёлках. Накануне 9 мая жители посёлков Кадровик и второй участок собрались на митинги, почтили память погибших героев. Раньше жители Кадровика и второго участка в День Победы собирались с ветеранами, пили чай и слушали фронтовые истории. Но сейчас в посёлках не осталось ни одного участника войны, только 8 тружеников тыла, поэтому традиционное чаепитие сменил памятный митинг. В этом году мы решили провести небольшой митинг и поздравить наших ветеранов. Привлекли клуб «Союз», жители посёлка. А пригласили кого? Ветеранов? Да, труженики тыла, вдовы погибших, сироты погибших. У нас их всего осталось 8 человек. Поздравили ветеранов руководитель боевого братства Анатолий Просвирин и атаман станицы Тугай-Кульское возрождение Александр Казанцев. В посёлках они вместе с Советом ветеранов регулярно проводят праздничные мероприятия. Много мероприятий проводится. Не оставляют людей один на один, помогают вдовам, устраивают праздники, чай, пить. На все... День пожилого человека и 9 мая, и 23 февраля. Молодцы! Кроме того, в прошлые выходные жители посёлков поучаствовали ещё в одной памятной акции. Молодая вдова участника Чеченской войны поздравляла вдов ветеранов Великой Отечественной. Также участвовала в мероприятии и маленькая девочка Алиса. Она рассказывала стихотворение для ветеранов. Тут он вспомнил, как, прощаясь с ветом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой, дочь его родную расстрелял. Но тогда в Берлине под обстрелом полц бояться и телом заслоня девочку в коротком платье белом осторожно вынес из огня. Я рассказывала стих о войне, о том, что солдат спас немецкую девочку. Я поехала сначала к одной бабушке рассказывать, потом к другой. А когда у кого-то слеза покатилась, я видела. В этом году памятный митинг 9 мая на втором участке прошёл впервые. Теперь жители посёлка планируют проводить это мероприятие ежегодно. Субтитры создавал DimaTorzok